Сантимов, как сейчас, вот это третий столбец, то чтобы получить 200 евро, нам нужно поменять 140 латов. Если евро стоит 60 сантимов, 60 сантимов евро, то вам от зарплаты нужно отдать только 120 латов, чтобы получить 200 евро. И наоборот, если евро, 1 евро стоит 80 сантимов, то тогда получается, чтобы получить 200 евро, вам нужно потратить 160 латов от зарплаты. То есть вот эта вот схема, особенно последний вариант, он не выгоден тем, кто расплачивается за услуги в общей европейской валюте, как с кредитами. Но совсем обратная ситуация складывается, если вам платят услуги в евро, то есть не вы покупаете, а вы продаете. Это в первую очередь касается предприятий, которые продают свою продукцию или услуги в европейские страны. Там, понятное дело, за эту продукцию или услуги расплачиваются общей европейской валютой. Вот посмотрите, что получается. Вот схема та же, но смысл другой. Например, за ваш товар вы же месячно получаете те же 200 евро. Вы их переводите в латы, потому что в магазине вы расплачиваетесь латами, и зарплату своим работникам вы платите тоже в латах. И вот если 1 евро стоит, как сейчас, 70 сантимов, то тогда получается, что ваш доход 140 латов. Если 1 евро будет стоить 80 сантимов, то вам заплатили за услугу 200 евро, вы получаете 160 латов. И, наконец, если 1 евро стоит 60 сантимов, то если за одну услугу вы получили 200 евро, то на руки вы получаете только 120 латов. Доход уменьшается. Ну и, соответственно, наоборот. Потому что при конвертации вы получите... Да, потому что я немножко спутался. Тут неудивительно вся эта экономическая ситуация. Те политики-экономисты, которые отстаивают послабление курса привязки лата к евро, ратуют, грубо говоря, за то, чтобы 1 евро стоил как минимум 80 сантимов. Ну, а лучше больше, конечно. Это ударяет под тем, кто расплачивается за кредит в евро, но помогает выжить экспортным предприятиям, потому что их прибыль тогда... Как показывает эта таблица, она растет, эта прибыль. Или доход, во всяком случае. В любом случае, это значит удешевление лата по отношению к евро. Вот так мы подходим к девальвации, которая тоже означает удешевление лата. Вопрос на сколько? К нам присоединяется экономист Александр Гапоненко. Александр, здравствуйте. Алло, я не слышал. У нас есть связи? Здравствуйте. А, здравствуйте. Скажите, вот ослабление курса привязки лата к евро, так обычно выражаются экономисты, ослабление курса на упомянутые мной вначале 15%, это тоже девальвация или нет? Это вот разные понятия или нет? Всякое резкое снижение является девальвацией. 15% это достаточно большой уровень, и поэтому нужно говорить о девальвации. Скажите, пожалуйста, как вам лично кажется удешевление лата сейчас? Можно рассматривать как одну из антикризисных мер? Если да, то насколько тогда, по вашему мнению, должен подешеветь лат? Только в том случае может помочь эта мера, если она будет увязана с другими мероприятиями. Например? Изменением системы налогообложения. Сейчас, если произойдет понижение содержания валютного лата, то это будет выгодно действительно экспортерам. Но экспортеры сейчас не очень-то стимулируются обеспечивать вывод своей продукции за границу. Почему? Практически не выдаются гарантии государствам. У них нет оборотных средств. Задерживается выплата налога на добавленную стоимость для экспортеров на длительные сроки. Если мы проведем девальвацию таким образом, то ничего реально не выйдет. А я думаю, что девальвация произойдет, скорее всего, до уровня 1 лат, 1 евро, если она произойдет. Но это больше, чем 15%? Получает процентов 30. Это больше, чем 15%. То есть она будет проходить в два этапа. А скажите, пожалуйста, вот эти два этапа, ведь сейчас говорят о том, что вот 15 коридор этот, установленный в 15%, это в принципе то, что может позволить нам сделать Европейский Союз. Что якобы вот дальше больше 15% это невозможно. Тогда как это будет происходить второй этап? Действительно, 15% мы можем осуществить девальвацию сами, а дальше нам нужно будет просить разрешение у Европейского Союза. Но это возможно, скажем, допустим, Евросоюз, он может быть заинтересован в этом или нет? Идет борьба двух внешних сил. Евросоюза и Международного валютного фонда. Евросоюз заинтересован в стабильности лата, и он нас поддерживает. Понятно, спасибо вам. Международный валютный фонд, наоборот, заинтересован в том, чтобы Латвия девальвировала. Но это вопрос тогда в том, какая сторона возьмет вверх. Абсолютно верно. Все экономические решения поднимаются за пределами Латвии. Здесь мы можем только высказывать наши пожелания. А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли какие-то объективные предпосылки для девальвации? Когда она уже становится неизбежной? Либо таких предпосылок нет? Слабость нашей экономики. Она уже полтора года падает. А стабильный лат означает, что мы поддерживаем импортеров. Мы платим деньги тем, кто покупает дешевую импортную продукцию. Условно дешевая, на самом деле она дорогая. А скажите, пожалуйста, вы согласны с мнением о том, что, есть такое мнение, о том, что если бы латвийское правительство, вообще Латвия, провела бы девальвацию, но, допустим, как только кризис начал наступать, выход из кризиса был бы гораздо легче. Что вы думаете по этому поводу? Это правильная точка зрения. Так поступила Англия, так поступила Польша, так поступила Россия. Они девальвировали свои валюты и легче выходят из кризиса. Понятно. Спасибо вам большое, Александр, за разъяснение в столь сложной теме. Это Александр Гапоненко, один из ведущих экономистов Латвии, который нам пытался, который помог нам разобраться в ситуации о том, является ли девальвация выходом из кризиса и насколько эта мера обоснована и своевременно. Спасибо большое. Еще раз, Александр, это новости 22, мы продолжаем.